уважаемые читатели моих книг и любители небольших роликов сегодня у нас просто ответы на вопросы которые приходят мне и на издательство виде просто их накапливается очень много и соответственно мне надо на них как-то отвечать поэтому в этом выпуске мы ничего почти не будем говорить о эволюции сегодня это отложим на будущее вопросов очень много они очень странно иногда интересно иногда не очень но вот человек под ником бурят 83 килограмма вполне приличный такой бурят спрашивает где книги по нормальной цене по нормальной цене книги в издательстве к сожалению так сказать работа издательства с кассовыми аппаратами со всякой прочей ерундой которая отнимает огромное количество времени заставит увеличить штат невозможно поэтому если вы хотите заказать книги в издательстве по нормальной цене то тогда вам надо будет найти какое-нибудь маленькое предприятие то есть у которого есть расчетный счет и через него заказать книги они к вам придут это относительно книжек очень много вопросов о том что как много надо поколений для того чтобы люди изменились но я же все время пишу эволюция сегодня что вот там несколько поколений людей они значит стали например инженерами которые заняли огромную роль и даже совершили на рубеже двадцатого и девятнадцатого века соответствующие революции значит что молдя медленно это все происходит уважаемые господа лучше надо учиться в школе в школе достаточно много знаний которые могли вам пригодиться в жизни чтобы не задавать тем более настолько глупых вопросов дело в том что не требуется ста поколений абсолютно для появления новых так сказать пород уж точно это проверено всей эволюции человечества то и видов дело в том что скорость эволюции очень велика и чем жестче вы проводите отбор по тем или иным свойствам тем быстрее это происходит но классический пример это дарвиновская книжка происхождение видов он что там писал он писал очень простую вещь эта книжка была полностью посвящена тому как происходит искусственный отбор посоветовал это ему дядя почему потому что дарвин хотел жениться а денег не блогать ну напиши книжку которая в англии будет интересно всем на дворе еще не наступил середина девятнадцатого века он написал с целью жениться женился он очень удачно на дочке владельцев фарфоровой фабрики больше никогда в жизни деньгах не нуждался и правильный путь ученого так вот когда он писал он писал не а естественном отборе об искусственном это был искусственных книжка называлась происхождение там видов путем искусственного подбора это известная совершенно работа и только потом в следующих переизданиях то маленький кусочек который написал в конце он перерасширил эти представления на естественный отбор так в чем дело англичане как известно ограбив полмира очень сильно увлекались разведением собак кошек лошадей и прочих домашние животные эти совершенно требовали с определенными свойствами там овцы с длинной шерстью собаки с какими-то породными качествами ну и что на протяжении одной жизни человека обычно водили несколько пород очень жестко отбирая по требуемым свойствам и скрещивая с требованиями свойствами из других пород вот и все если так заниматься этим делом то есть людьми произойдет то же самое а уж куда жестче отбор чем поиск людей по конкретным способностям ну как в арифметических школах или навигациях при петре первом можешь давай не можешь иди дрова рубить какие проблемы это происходит очень быстро намного быстрее чем вам кажется и 100 поколений это нужно лежа на печи а для того чтобы сделать достаточное количество людей интеллектуальных нужно всего два три поколения вопрос жесткости отбора есть еще масса всяких любопытных вопросов которые отчасти странные ну например вопрос о моей продажности постоянно пишут что я продался но уважаемые господа если у вас есть хоть одна извилина хотя бы прямая вы наверное обратили внимание что на сайтах издательства виде нет рекламы найдите мне честнейшего непродажного политика экономиста социолуха антрополуха и прочих олухов которые обращаются к вам и при этом у них нет рекламы найдете буду очень рад сожалению такого как правило не бывает потому что люди пытаются со всего получить деньги издательство тоже хочет денег и я тоже хочу но всему есть пределы как говорили старые времена всякому всякое безобразие должно свое приличие иметь вот поэтому рекламировать всякую мерзость даже за деньги никто не собирается а продаться это завсегда вопрос за сколько мне многократно предлагали денежку не хватает потому что продаваться можно один раз для того чтобы потом уже свое имя никак не полоскать поэтому к сожалению предложение не поступало хотя всегда готов опять вопрос они до развитых айтишник что вы прицепились к айтишникам вопрос не в том какие они сами по себе что они владеют только программированием арифметикой и мол день чего не знают не понимают а если ними говорить о всяких серьезных вещах они мол где не очень соображают им и не надо соображать у них мозги определенным образом отобраны определенных дел я сам сталкивался с таким прекрасными айтишниками который встречается со мной он хочет много чего сказать а потом говорит там помычит немного говорит ну знаете лучше дайте мне адреса вам лучше напишу да конечно это другие люди но это не знать что они плохие и вот то что они другие важно а не то что они там не могут рассуждать на вопросах там философских тех аспектах пидорастия это никого не интересует это все умерло ушло семидесятыми годами они люди с другим мозгом а среди них с этих 15 процентов всегда найдутся буйные выжаки которые сделают то чего вы так боитесь не надо беспокоиться очень много вопросов и каких-то возмущения по поводу того как я отношусь к ссср в ссср было и хорошее и плохое плохого было столько что никому не пожелаешь но хорошего было много в конце концов в ссср в единственной стране в мире попытались нарушить биологический процесс эволюции и показали что это возможно а то что идиоты оказались у власти это что они про фуры кали такую страну обращайтесь с него с ним из них сегодняшним олигархом это бывшие комсомольцы какие вопросы полюбуйтесь на это на все ну вот поэтому ссср надо оценивать объективно это они заложили основы индивидуальные исследования индивидуальной изменчивости мозга которая и дала возможность мне рассказывать вам о том что происходит сейчас что будет происходить в будущем есть много вопросов по этнической специализации мозга сказать ничего не могу надо исследовать но вполне естественно что если там 10-15 тысяч лет на одной и той же территории занимаясь одними теми же делами не важно чем выращиванием риса или разбоем люди специализировать что у них мозги имеют какие-то особенности надо исследовать для этого надо или собирать мозги представителях этих наций этнических групп которые с этим возмущаются тайкому занятию а как хотя это бесценная информация о них самих а с другой стороны строить высоко разрешающий томограф чтобы никому мозги не выковыривать после смерти чтобы можно было при жизни это оценивать поскольку в это никто не вкладывает все боятся как огня что не дай бог их дурость станет заметно всем окружающим ну значит это и не развивается поэтому ничего сказать не могу есть важнейшие вопросы ну например крашу ли я усы нет усы не крашу к сожалению с этим придется смириться когда-то я был темно русого цвета тогда у меня усы борода были почти красные такие темно-темно-красные вот ну все уже естественно испортилось от времени все на свете портится от времени я тоже ну и соответственно все что осталось от было увеличить это вот усы состою ли я в масонстве нет не состою о чем сильно сожалею не приглашают и я вообще готов вступить в любые организации как но как говорил небезызвестный персонаж нагиева гениально сыгранный кстати говоря прапорщик задов их готовы в масоны там вопрос за сколько то есть если это позволит сделать в науке хоть что-то на вырученные деньги то ожидаем предложение но почему-то не поступает но это смех конечно но есть и забавный вопрос действительно интересно если жизнь других формах но жизнь других формах может быть конечно если будет среда соответствующая мы живем очень агрессивно кислородной среде где как вы известно костры хорошо горят и метаболизм у нас высокий благодаря этому есть другие среды вполне возможно что жизнь может быть других средах но все равно и должен быть поток энергии поток энергии способ обменивать и передавать те формы жизни которые там заведутся из поколения в поколение иначе система не будет работать ну вот здесь есть и забавнейшие вопросы связанные например дмитрий леонов говорит о том что вот по его мнению я призываю говорю о двух видах сортинга нет и гораздо это все гораздо сложнее да действительно человеческие категории это отдельный объект отбора просто они не всегда нужны в сообществах нужны и зачастую люди которые ими не обладают для укрепления государства для развития военной машины и прочего и прочего поэтому если хотите о том чтобы узнать какие категории существуют звериные человеческие то считаете книжку церебральный сортинг полезная вещь но лучше сначала нищету мозга для того чтобы войти в терминологический терминологическую сферу и который позволит вам хорошо ориентироваться в том что я пишу даже в общедоступной форме так что на этом вопросы и она основные но занимательные ответил и надеюсь мы следующий раз встретимся уже по поводу эволюции сегодня четвертого выпуска на этом до свидания и Субтитры создавал DimaTorzok